День Самарской области на ВДНХ. Да, чем удивляет регион посетителей международной выставки. Бюджет Самары на ближайшие три года рассмотрели в первом чтении. В заседании приняла участие глава города Елена Лапушкина, на что планируют направить средства. Обменялись опытом и достигли всех поставленных целей. В Самарской области прошел сбор сотрудников ОМОН Приволжского округа. День Самарской области в этот четверг отметили на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Для посетителей приготовили деловую, образовательную, культурную программы. Конкурсы, викторины, большой праздничный концерт «Сердце России». В открытии Дня Самарской области приняли участие полномочный представитель президентов ПФО Игорь Комаров, губернатор региона Дмитрий Азаров, а также депутаты и сенаторы, известные спортсмены и деятели культуры. Гости форума. Подробности в нашем сюжете. Международная выставка «Форум Россия» демонстрирует страну во всем ее многообразии. Посетители могут прикоснуться к достижениям науки и техники, погрузиться в историю и культуру каждого края, губернии и республики. Свои достижения в различных сферах демонстрирует Самарская область на стенде в павильоне номер 75. 30 ноября на международной выставке «День Самарской области». В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор региона Дмитрий Азаров, а также депутаты и сенаторы федерального парламента, известные спортсмены и деятели культуры, гости форума. На стенде региона представлены многочисленные достижения, которые стали реальными благодаря грамотному использованию важнейших конкурентных преимуществ. Это в первую очередь развитый многоотраслевой промышленный комплекс. Регион развивает и новые сферы производства, такие как беспилотная авиация, глубокая переработка газа. В силу своего уникального географического положения Самарская область обладает высоким транзитным потенциалом, находится на пересечении важнейших торговых коридоров. В регионе строится участок международного транспортного маршрута Европа-Западная Китай, обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Прорабатывается вопрос создания крупного портово-логистического хаба. Регион обладает мощным научно-технологическим потенциалом, а также развитой инфраструктурой инновационной деятельности. Для дальнейшего развития этих направлений будет создан международный межвузовский кампус. Самарская область – это еще и один из федеральных центров молодежной политики, сосредоточение молодых талантов, креатива и новых идей. Я горд тем, что представляю свой родной регион на главной выставке страны. Для меня это возможность поделиться успехами и достижениями малой родины перед всей нашей большой, великой и прекрасной Россией. Это, безусловно, особая честь и ответственность. Славная история, богатая культурная жизнь, первозданная природа, гостеприимство жителей Самарской области. И в то же время Самарская область – это многопрофильная экономика, мощная оборонка, развитая инфраструктура и высокая инвестиционная привлекательность. По масштабу экономики, объему валового регионального продукта, качеству жизни Самарская область входит в десятку крупнейших субъектов страны. Занимает третье место по уровню инновационной активности организаций. В рамках деловой программы Дня Самарской области на выставке в форуме «Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Республикой Мордовия. Соглашение направлено на сохранение и расширение двухсторонних связей регионов в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, создание соответствующих условий для укрепления межрегионального сотрудничества, а также обеспечение эффективного взаимодействия, обмена опытом и информационного сотрудничества во всех сферах социально-экономической деятельности. На выставке в форуме «Россия» Самарскую область представляют известные артисты, призеры и победители всемирных и национальных спортивных состязаний, олимпийские чемпионы. Среди них гимнаст Алексей Немов, боксер Олег Саитов, автогонщики Михаил Митяев и Леонид Панфилов, синхронистка Мария Киселева, а также заслуженный артист России Сергей Войтенко, актриса, балерина и народная артистка Илза Лиепа. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева, События. В рамках международной выставки «Россия» губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению культуры. Участники обсуждали роль культуры в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эта тема перекликается с вопросами, которые поднимались ранее в рамках проведения Всемирного Русского Народного Собора, участие в котором принял президент Владимир Путин. Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня важно выработать единый подход в реализации культурной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, выявления и поддержки талантов, создания условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности. Работа в этом направлении уже активно ведется. По словам замминистра культуры России Надежды Преподобный, проект плана проведения мероприятий уже разработан и в ближайшем времени будет утвержден в правительстве страны. В документ включены все предложения регионов, учреждений культуры и общественных организаций. Особое внимание в нем уделено поддержке некоммерческих организаций и выделению грантов на проведение культурных мероприятий. В первом чтении сегодня был рассмотрен бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026. Главный финансовый документ обсуждали во время 50-го заседания Думы Самары. Парламентарии совместно с главой города Еленой Лапушкиной и представителями департаментов утвердили основную направленность и характеристики документа. На заседании побывала и наша съемочная группа. Бюджет Самары до 2026, как и годами ранее, сохраняет свою социальную направленность. Во время первого чтения финансового документа руководитель профильного департамента Оксана Данилова озвучила основные характеристики. Так, в 2024 доходы составят 21 миллиард 651 миллион рублей, в 2025 22 миллиарда 672 миллиона и в 2026 доходную часть оценили в 23 миллиарда 822 миллиона рублей. По основным характеристикам бюджета также хотел бы отметить, что доходы и расходы сформированы только за счет собственных без. Средства, стоящих бюджетов, в настоящее время проектам бюджета не предусмотрены. Они будут учтены в процессе его исполнения по мере поступления подтверждающим документом. Во время обсуждения бюджета отдельно остановились на теме его пополнения из вышестоящих источников. Специалисты ожидают, что в 2024 году Самаре дополнительно выделят 96 миллионов рублей. Эти средства направят, например, на ремонт и строительство дорог, реконструкцию сетей дождевой канализации, закупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на ремонт одного из объектов культурного наследия после пожара. Дома номер 60 по улице Красноармейской. После первой чтения главного финансового документа Самары парламентарии передали администрации города проект бюджета на доработку. Рассмотрят возможность выделить дополнительные средства на нужды горожан. Предложения депутатского корпуса сформированы с учетом постоянного взаимодействия с жителями города и традиционно отражают необходимость дальнейшего развития образовательных учреждений в части их ремонта и оснащения, благоустройства города, в том числе за счет ремонта пешеходных тротуаров, озеленения, устройства уличного освещения, очистки городских водоемов, ремонта муниципального жилищного фонда и так далее. После внесения всех изменений и предложений, которые прозвучали во время заседания Думы, проект бюджета пройдет второе чтение. Оно состоится в декабре. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. С сегодняшнего дня для пассажиров Самарского метрополитена на линии начал работать еще один электропоезд, в котором все вагоны капитально отремонтированы в заводских условиях в Санкт-Петербурге. Состав укомплектован двумя головными и двумя промежуточными вагонами. Это стало результатом планомерной работы по масштабному обновлению технического парка муниципального предприятия «Самарский метрополитен», что является одним из приоритетных направлений деятельности мэрии Самары и региональных властей. Подробнее в нашем сюжете. Под объявление по громкоговорителю на станцию метро «Российская» въезжает обновленный электропоезд. Два вагона состава капитально отремонтированы в этом году, два в прошлом. В предрейсовом осмотре приняли участие представители руководства профильного городского департамента, подведомственного муниципального предприятия и работники электродепо «Кировская». Отметим, что перед регулярными рейсами вагоны успешно прошли процедуры пусконаладки и ночной обкатки, выполненные сервисной группой ремонтного завода совместно со специалистами Самарского метрополитена. В ходе капремонта вагоны преобразили как снаружи, так и внутри. Взамен старых – новые узлы и агрегаты. Эффективная система вентиляции, яркое освещение, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения, система пожаротушения, удобные сидения и места для маломобильных граждан. Все в соответствии с требованиями комфорта и безопасности. В числе преимуществ нового поезда специалисты указывают также на плавный разгон и торможение. Отмечают и единую стилистическую концепцию. На кузове нанесена волжская символика. Все капитально отремонтированные вагоны оформлены в сине-голубых тонах. Если сравнить интерьер, те вагоны, которые мы получаем после капитального ремонта и те вагоны, которые были до капитального ремонта, разница, наверное, как небо и земля. И пассажиры пользуются таким электроподвижным составом. Услуга метрополитена намного приятнее. Жители подобные изменения замечают, особенно те, кто пользуется подземкой каждый день. Вижу, что обновляются. Я видел, один раз ездила, смотрю для мобильных граждан есть место, а теперь где, потому что люди, конечно, нуждаются. Видно, что оборудовано все по последнему слову техники. Метрополитен каждый год планомерно увеличивает количество перевозимых пассажиров. Это число приближается к допандемийным значениям. Исходя из мониторинга и анализа пассажиропотока, ожидается, что к концу года общее число поездок жителями города приблизится к 12 миллионам. Это выше, чем в прошлом году на 11%. Поэтому модернизация подвижного состава является актуальной задачей. У каждого вагона метро есть свой срок службы. И, соответственно, мы не имеем права по закону его превышать. Вот эти вагоны были капитально отремонтированы. Соответственно, у нас есть право продлить срок службы еще на 15 лет. Напомним, что 16 ноября на рельсе Самарской подземки после капремонта встал еще один четырехвагонный поезд. Капремонт производился благодаря реализации государственной программы развития транспортной системы Самарской области на 14-25 годы. С учетом итогов ремонтно-восстановительных работ, которые ведутся в заводских условиях с 2019 года, обновлено уже 32 вагона техпарка Самарского метрополитена. Работа по приведению подвижного состава в порядок будет продолжаться. После появится возможность скорректировать интервал движения электропоездов подземки, при необходимости сократить его до 7-8 минут. Напомним, что метро также станет важной частью транспортного хаба «Пятилетка», который улучшит организацию транспортного сообщения. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. Уступил дорогу, спас чужие жизни. Госавтоинспекция проверила, пропускают ли самарские автомобилисты машины скорой помощи со звуковым сигналом. В городе прошел профилактический рейд «Маяк». Вместе с правоохранителями выезжали и корреспонденты событий. Если скорая помощь мчит по проезжей части, как говорят в народе, с мигалками и сиреной, значит что-то серьезное. Звуковой сигнал разрешают включать, когда врач ездит на выезд, либо в машине уже есть пациент. В таких случаях на счету бывает каждая минута. Терять время в пробке опасно для жизни. Владимир Лисачев за рулем скорой 6 лет. Рассказывает, что водители не всегда готовы уступить дорогу спецмашине, поэтому проводить профилактические акции нужно как можно чаще. В этот раз Владимир участвует в акции «Маяк». Он едет за рулем машины скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами, а сзади следует экипаж ДПС. Правоохранители фиксируют, кто и как уступает дорогу медикам или не уступает. Для нарушителей предусмотрено наказание. Административным кодексом предусмотрена ответственность по статье 12.17, части 2. И наказание предусмотрено в размере штрафа от 3 до 5 тысяч, либо лишение от 3 месяцев до 1 года. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает автомобилистам, что от их действий на дороге зависит, насколько скорой окажется медицинская помощь, от которой зависят жизнь и здоровье граждан. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев. События. В Тольятти завершился учебно-методический сбор сотрудников ОМОН Приволжского округа. В нем принимали участие офицеры, которые в своих подразделениях занимаются организацией служебной и боевой подготовки. Отряды мобильной особого назначения сегодня решают широкий спектр задач, поэтому их сотрудники должны очень многое уметь. За процесс их обучения как раз отвечают специалисты, которые съехались в Тольятти со всех регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа. Программа учебно-методического сбора была очень насыщенной. В течение нескольких дней сотрудники Росгвардии изучали теорию и практику, проходили высотную, горную, огневую подготовку. Учились тактики действий при штурме зданий и помещений, разбирали различные ситуации, которые могут возникнуть в их ежедневной служебно-боевой деятельности. Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели достигнуты. Самое главное, участники смогли обменяться опытом и наработками, которые есть в копилке каждого ОМОНа. ОМОН – очень универсальное подразделение. Если брать в системе Росгвардии, они очень многофункциональны. Первое предназначение – это, конечно, массовые мероприятия, организация работы при проведении футбольных матчей и других спортивных мероприятий. Это задержание вооруженных преступников, это и антитеррор. Распространенная жизненная ситуация – замена паспорта при достижении определенного возраста. Какие новшества вступили в силу с октября месяца этого года, расскажет Елена Чернявская. Гражданин, которому исполнилось 20 или 45 лет, обязан поменять паспорт. Срок оформления нового документа раньше составлял от 10 до 30 дней. С июля срок сократили до 5 рабочих дней, независимо от места жительства гражданина. При этом старый паспорт остается действительным еще 90 дней, в течение которых происходит получение нового документа. С октября этого года добавились и другие новшества. Такие же изменения были внесены в отношения граждан, которые поменяли свои персональные данные – фамилии, имя, отчество. Это то есть те, кто вступили в брак, расторгли брак, либо просто изъявили желание поменять какие-то свои данные – фамилии, имя, отчество. Теперь их паспорта также действительно три месяца, и есть возможность в течение трех месяцев, 90 суток обратиться за заменой паспорта. Еще одно новшество – это право гражданам самостоятельно принимать решение о необходимости проставления в паспорте следующих отметок. О регистрации или расторжении брака, о детях, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и об ИНН. Неизменным остается одно – оформление главного документа гражданина через портал государственных услуг. На портале государственных услуг он может отслеживать все операции, которые производятся его паспортом. То есть это принятие, оплата госпошлины, не надо ходить в банки или вводить какие-то госпошлины, начисляется автоматически на личной странице портала госуслуг. И, соответственно, приглашаем гражданина на прием и оказываем государственную услугу. Так и поступил Дамир Никонов. Ему исполнилось 45 лет и пришло время заменить паспорт. Через портал госуслуг подал заявление, оплатил госпошлину и в назначенное время пришел забирать новый документ. Через портал очень удобно, оперативно все происходит. Не надо никуда идти. Все через сайт ссылки на оплату госпошлины. Ну и потом здесь в подразделении очень дружелюбные сотрудники. Все приняли, объяснили, рассказали. Так что доволен. С ним полностью согласна и жительница Самары Татьяна Морозова. Женщина также воспользовалась новшеством по замене паспорта. Когда в документе обнаружила ошибку в фамилии мужа, паспорт пришлось менять. Обратилась на портал госуслуг. Мне буквально на следующий день пришло оповещение, что мне нужно явиться по этому адресу в третье окно с 9 до 12. Я, честно говоря, была занята и проспала свое время. Пришла сегодня и думала, ну все, буду в очередях тут стоять. А оказалось, буквально 10 минут и все. Мне говорят, что уже даже сегодня я заперу свой паспорт. Отметки же о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также о воинской повинности остались обязательными. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. Приволжье вошло в пятерку федеральных округов России для бюджетного отдыха на Новый год. Средняя стоимость бронирования ночи в отеле 7 990 рублей. Это выяснили аналитики Яндекс.Путешествий. Среди регионов ПФО самыми доступными по проживанию стали Оренбургская область, Республика Мариэл, Чувашия, Пензенская и Ульяновская области. В топ-5 самых бюджетных зарубежных направлений по стоимости проживания попали Индия, где средняя цена за ночь в отеле 5 460 рублей, Бахрейн, Абхазия, Казахстан и Лаос. Согласно статистике по бронированию авиабилетов, самыми доступными направлениями для путешествий в новогодние праздники являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. В топ-5 самых бюджетных внутренних направлений попали Калуга, средняя стоимость билета 5730 рублей, Ярославль, Нижнекамск, Набережная Челны и Псков. В учебно-спортивном центре Грация состоялись областные соревнования по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Турнир посвящен столетию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо». За победу сражались более ста ребят со всего региона. Подробнее в нашем сюжете. Евгений Аменев почти 60 лет учит детей самбо. Среди его воспитанников множество мастеров спорта, чемпионов России, победителей европейских и мировых первенств. Сейчас он воспитывает новое поколение чемпионов из Тольятти. В Самару приехал с ребятами, для которых это был первый официальный турнир. Будем обязательно подсказывать. Учиться, любое соревнование – это учеба. Как мы всегда детям говорим, дом строится кирпич на кирпич и строится дом. И это так же. От каждого соревнования они будут что-то принимать. В учебно-спортивном центре «Грация» прошли соревнования Самарской области по самбо среди детей 11-12 лет. Турнир проходил в честь столетия физкультурно-спортивного общества «Динамо». Владеть приемами самбо – одно из главных навыков для любого сотрудника внутренних войск. Ведь, как говорят ветераны ведомства, самбо – это оружие, которое всегда при тебе. Этот вид спорта накладывает на характер человека. Уверенный, мужественный, надежный ребят, которые могут постоять и за себя, и за свою семью, и за свою родину, естественно. Юноши и девушки были разделены по весовым категориям. В каждой из них определяли призеров и победителей, которые получили медали и призы от регионального главка МВД. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Баскетболисты Самары сделали первый успешный шаг к завоеванию Кубка России. Волейболисты Новый не смогли продлить свою победную серию в Суперлиге, а хоккеисты Ладьи одержали еще одну разгромную победу в этом сезоне. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Баскетболисты Самары выиграли первый матч 1-8 финала Кубка России. Волжане на выезде играли против команды Суперлиги «Темпсумзу» ГМК из Ревды. В первой половине соперники по очереди выходили вперед, но удержать лидерство никому не удалось. После перерыва самарцы выдали рывок 16-2, но половину этого преимущества растеряли в четвертой четверти. 73-64 победа Самары. Ответный матч состоится 27 декабря. Обладатель путевки в четвертьфинал определится по сумме двух игр. Волейболисты «Новы» уступили в матче Российской Суперлиги. Новокуйбышевцы дома принимали кемеровский кузбасс. Гости уверенно играли в первых двух партиях, которые взялись преимуществом. Борьба получилась лишь в третьем сете. Долгое время на табло держался ничейный счет, но гости смогли склонить партию в свою пользу. 20-25, 15-25 и 22-25. 0-3 по сетам. Поражение «Новы». Хоккеисты «Ладьи» на выезде разгромили Альметьевский спутник в рамках первенства МХЛ. Первый период завершился в ничью. На две шайбы гостей хозяева ответили двумя своими точными бросками. Затем забивали только тольяттинцы. Сначала четырежды во втором периоде, а в начале третьего еще двумя шайбами сняли все вопросы о победителе матча. 8-2. Победа «Ладьи». Тольяттинцы продолжают возглавлять серебряный дивизион Восточной конференции. На Кипре в городе Лимассол проходит теннисный турнир категории W-25. В первом раунде уроженка Самарской области Анастасия Гурьева уступила Марте Матуля из Греции. 6-3, 2-6, 3-6. Теперь Анастасия попробует свои силы в парном разряде. Ей предстоит играть вместе с отечественницей Полиной Яценко против сестер Салковых из Чехии. В Костроме завершился командный чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «Русские шашки». В соревнованиях приняли участие 6 команд из 5 регионов. Впервые чемпионом страны стала сборная Самарской области. В ее составе выступили три спортсмена – Сергей Архипов, Эмиль Галиев и Дмитрий Песнов. Представители 63-го региона один раз сыграли в ничью со сборной Костромы, а все остальные матчи выиграли. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 2 декабря во Дворце культуры железнодорожников состоится ежегодный казачий праздник, приуроченный к началу возрождения казачества на Самарской земле. На сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы, ансамбли казачьей песни «Казаки по Волжье» и «Сваха», народный хор русской песни «Волжские зори» и многие другие. Кроме того, перед началом концерта с 13.00 до 14.00 в фойе Дворца культуры будет организована выставка фотографий по истории самарского казачества. Посетители смогут приобрести казачью форму и атрибутику национального содержания, а также различные сувениры и изделия женского рукоделия. Вход на фестиваль свободный, начало в 14 часов, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с ГИБДД запускает социальную акцию «Безопасный Новый год». Она пройдет в школах с 4 по 22 декабря, информирует телеграм-канал городского департамента образования. Акция проводится в два этапа. С 4 по 15 декабря будет создание тематических елочных игрушек, а с 18 по 22 декабря акция по распространению елочных игрушек по тематике соблюдения правил дорожного движения. Во Дворце ветеранов в рамках работы Клуба семей военнослужащих советского района «Свои» состоялся мастер-класс «Русская народная кукла». Каждый участник создал собственную уникальную куклу, которая стала подарком и воспоминанием об этом творческом занятии. По окончании мастер-класса ребята вместе с мамами поиграли в настольные игры, пишет телеграм-канал советского района. 30 ноября отмечается День государственного герба Российской Федерации, информирует телеграм-канал Кировского района. Праздник был учрежден в 1993 году и посвящен символике страны. Государственный герб России предоставляет собой изображение двуглавого орла, который восходит к гербу древнерусских княжеств. Герб России олицетворяет силу и мощь, единство и дух всего народа. Наряду с флагом и гимном герб является государственным символом Российской Федерации. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова